Девятнадцатый тур Беларусьбанк высшей лиги обещает выдаться под стать запредельному природному градусу. Ремейк кубкового финала, сахарное дерби, битвы за выживание и сражение топов – все это украсит очередной игровой уикенд отечественной вышки. АБФФТВ традиционно приглашает болельщиков на стадионы, попутно выделяя самые горячие точки на футбольной карте страны. Неделю назад «Белоголубым» довелось держать ответ перед сильнейшей командой страны. Нынче же экзаменовать коллектив Владимира Журавля будет вице-чемпион. Шахтер при Марике Зубе беспощаден. Команда не пропускает вовсе, тогда как Минску, Гомеле и Городеи суммарно заколотилось семь мячей. В целом же беспроигрышная серия горняков тянется аж с 30 апреля, позволяя дружине оставаться лидером чемпионата с самой непробиваемой обороной. Что до Бужан, они хоть и оступились в дуэли с Бате, но во втором круге выглядят куда презентабельнее, чем на старте сезона. Серия четырех удачных поединков подняла их в верхнюю часть таблицы. А оперативная адаптация новичков добавляет игре содержательности. Собственно, по забитым мячам белоголубых нынче опережает лишь Бате, минские одноклубники да Шахтер. Так что в яркости сегодняшнему Бресту точно не отказать. Фаворитский статус Шахтера подкрепим новостями из лазарета соперников. Вне заявки из-за травм и карточных дисквалификаций у Динамо останутся Гаврилович, Борисов, Далкаль и Торрес. Горняки же из-за перебора горчичников не смогут полагаться лишь на рыбака. Посему поверим в то, что черно-желтые смогут перенять опыт Бате и продолжить победный марш в очередном туре. Сахарное дерби – это всегда пикантно и остро, ведь соперничество между командами идет на всех уровнях – футбольном, менеджерском, руководящем. Дабы доказать, что звание самой сладкой команды страны принадлежит именно им, антагонисты идут на все ради победы в очной дуэли, из-за чего они получаются яркими и бескомпромиссными. В первом круге на поле Случан стороны не выявили победителя. На гол Воронкова по-хозяйски ответил Юсов. Сейчас же дерби переместится на самый негостеприимный стадион для визитеров. Из городей в нынешнем сезоне победу увез лишь лидирующий шахтер. Больше мяча за матч Слуцк не проводил уже два месяца. Голы команде даются с трудом. Возможно, подсобит свежее подписание – Максим Талейка из Кумкатшоу. Впрочем, в гостях у городей даже с новыми силами на атакующую мощь Случана будет ставить наивно. Куда важнее сохранить ворота в неприкосновенности, ведь три последних тура парням Павлова это сделать не удается. Городей же, напротив, после нон-стопа сражений с лидерами уверенно действует на ноль. Да и у чужих ворот создает немало моментов. Ислыч, например, недели ранее получила от Сахарных аж четыре пробоины. Так что понадеемся на забитые мячи и нынче. Правда, без крена в какую-либо из сторон. Сергей Гуренко возвращается в края, где добрых 25 лет назад начинал футбольный путь. Правда, сантиментами наставник «Динамо» нынче преисполнен не будет. Его задача – любой ценой победить «Неман» и продолжить погоню за «Шахтером». Благо, минчане находятся на восхитительном победном марше, оставив за собой пять из шести последних поединков. Кроме того, столица середины мая не уходит с поля без забитого мяча, умудряясь при этом оставаться третьей по непробиваемости командой чемпионата. Однако Гродно в родных стенах традиционно неуступчив даже при встрече с грандами. И четвертое место в таблице мотивирует команду Игоря Ковалевича не сбавлять обороты. Даже без травмированного капитана и бомбардира Павла Савицкого. Вон в прошлом туре «Неману» также пришлось через «Не могу» взламывать оборону Слуцка. Ведь сподобились же. Благо, в коллективе хватает этих норей, знатно создающих опасные моменты и умно осаждающих чужие ворота. Прагматики из столицы в матче первого круга при равной игре склонили таки фортуну на свою сторону. Сейчас же «Динамо» выглядит еще более грозным и конкурентоспособным, чем по весне. Да и с позиции силы «Белоголубые» в последних турах играют довольно убедительно. Субтитры создавал DimaTorzok